Друзья, всем привет, с вами Аков, и в сегодняшнем ролике я вам покажу, как закрывается комплектное подземелье Замонаха с эти наряд короля обезьян. Подземелье в реалиях патча 2.6.1 становится очень легким, и в принципе для того, чтобы его закрыть, не нужен особо высокий парагон. Я это выполняю на 478-м парагоне, а самое главное, что при этом я даже и не напрягаюсь. Вот буквально 20 часов назад стартовал 13-й сезон, и так получилось, что спустя 16 часов я его уже, собственно говоря, закрыл. В принципе, у меня имеется время, и я решил, почему бы не сделать такое доброе дело. Так что сегодня, дорогие друзья и подписчики, я буду качать абсолютно всех на сезоне. Трансляция будет вестись на две площадки, на Twitch-канал и уже основной стрим-канал. И трансляция будет где-то в 22-23 на 0 по московскому времени. Так что, кому надо прокачаться на сезоне с 0 до 70 уровня, подключайтесь, прокачаю всех. Ну, сколько у меня будет времени в наличии. Также для вас есть такое сообщение. Так как я весь сезонный поход закрыл, ну как, я его не закрыл, потому что у меня не получается его закрыть, при такой причине у нас имеется баг. Это тот баг, который существовал еще, наверное, в сезоне 10-м. То есть не засчитывается одно завоевание в сезонном походе. То есть я закрыл 3 завоевания, а засчитывается только 2. Так что, по сути, наверное, я даже еще его не закрыл. Но это, безусловно, спустя, наверное, пару дней Близзард этот баг исправит, и, в принципе, сезонный поход можно будет завершать полностью. Так что, такая вот информация для вас, дорогие друзья. Ну а также не забывайте, где-то в 22-23 на 0 по московскому времени буду паровозить всех и каждого. До скорых встреч, друзья. Спасибо за просмотр. Ну и увидимся на стриме. Так, что касается нашей экипировки, то мы на себя надеваем 5 переметов из нашего сета «Наряд Короля Обезьян». Это перчатки, плечи, броня, штаны, а также амулет. И так как у нас в кубе есть ККР, запускаются, естественно, все три бонуса из этого сета, а значит, мы можем выполнять комплект на подземелье. Далее мы используем в руках кистевое оружие «Ветермещение», а также второе кистевое оружие – это клинок Киашира. Можно брать, конечно же, в руки ингиом, для того, чтобы быстрее перемещаться по портальчику. На ногах у нас очень простые сапоги, на поясе у нас душа Киашира, ну и на голове у нас духовный камень «Взгляд Сукрина». Из беждыри у нас собрание стихий колечка, кольцо зодиака, в кубе у нас остаются магические кулаки и перчатки, а также храмовый факел. Ну, камни я использовал, точнее, тогда вообще были маленькие у меня, сейчас они у меня, в принципе, все 70-е, но, в принципе, вот эти вот можно юзать. То есть, проклятие сильных, проклятие племенных, а также зеев камень. Ну, а теперь что? Что у нас остается наш билд. Билд, собственно говоря, вот он такой вам нужен. По стивочке «Единиство», «Импульс», «Познание смерти», «Светоч» и «Тара». Из активных умений это «Процрение песчаного уаль», «Клещий ветер» и «Внутренняя буря», «Мантра исцеления» и «Дыхательная техника», «Мощный рвок» и «Сияние», «Волна света», «Обаляющий свет», ну и «Таинственный союзник», «Срунный воздушный союзник». В принципе, этого более чем хватит, чтобы закрыть комплектное подземелье. Но теперь давайте найдем вход в наше комплектное подземелье, если кто-то еще не знает. Мы должны отправляться в 4-й акт в локацию к самому Диабло, то есть «Серебряный шпиль» номер 2. И бежим непосредственно к локации «Пик небес», то есть самому к Диабло. А вот в принципе и вход в наше комплектное подземелье, и какие же нам надо выполнить задачи. Ну, во-первых, мы должны поддерживать наше умение «Клещий ветер» в течение всего портала. Второе, в течение 20 секунд надо поразить 20 противников умением «Клещий ветер». И так нам надо сделать 5 раз. Но потом останется просто добить всех мобов, которые есть на этой карте. Ну, а теперь давайте посмотрим, как это получилось сделать у меня. Давайте я вам вкратце расскажу, как вообще мы должны действовать. То есть как только мы появляемся в портале, мы запускаем наш «Клещий ветер». Благодаря нашему поясу он будет настакиваться, и в принципе проблем с ним никаких не будет. То есть вне боя эти стаки не спадут. Затем, когда будут встречаться противники, тут будьте предельно внимательны. Потому что когда вы будете заходить в толпу противников, стаки начнут пропадать. Точнее не стаки, а баф от ветра. И если видите, что на шкале умения «Клещий ветер» полоска подходит к концу, вы должны попросту из толпы выпрыгнуть. И полоска моментально на шкале этого умения поднимется до максимального значения. То есть за этим моментом следите. Сошли в толпу, пробежали сквозь нее. И если видите, что вот-вот «Клещий ветер» спадет, сразу оттуда выпрыгивайте. Стак получили, ну и так делайте 5 раз. А всех остальных противников, которые уже будут находиться вне стака, просто добивайте с помощью умения волнового света. Вот в принципе, дорогие друзья, и вся соль этого комплектного подземелья. Все просто, все легко. А как я уже говорил раньше, все моббы на комплектном подземелье теперь подсвечиваются. А значит мы вообще все прекрасно видим. А самое главное, знаем где находятся наши противники. Что касается теоретической части, это все. Но теперь, если интересно, можете посмотреть, как это комплектное подземелье закрыл я. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вам, конечно же, спасибо за просмотр. Ну и удачи с сезоном походе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока